Страны Североатлантического Альянса активно наращивают военный потенциал на границах Союзного Государства. Насколько, на Ваш взгляд, эффективны меры, предпринимаемые в ответ на действия НАТО? И как Вы оцениваете взаимодействие Беларуси и России в военной сфере? Мне трудно сказать о взаимодействии в военной сфере. Я не специалист в этой области, служил в армии длительное время. Сложно сказать. Потому что я не обладаю такой информацией. С точки зрения усиления активности НАТО около наших границ, абсолютно понятно, что, по крайней мере, вооруженные силы Российской Федерации находятся в таком состоянии, когда, говоря языком специалистов, мы не можем на сегодняшний день вести два вооруженных конфликта, размера Российской Крузинского, два одновременно. Ну, например, от Улан-Удэ до Благовещенска, на китайской границе, в несколько тысяч километров, у нас находится всего одна мотострелковая бригада. Китайцы будут, не дай бог, искать долго эту бригаду. Российские вооруженные силы находятся в плачевом состоянии. Тем более, вы знаете, очевидно, те скандалы, которые были связаны с бывшим министром обороны Сердюковым. Как мне сказали наши белорусские коллеги и друзья мои, сослуживцы, они спросили у меня сразу, говорят, почему Сердюков до сих пор на свободе? Я говорю, так я не знаю, решает президент эти вещи все, вот суд решает, прокуратура. Он нас бы, говорит, уже приговор привели в исполнение. К сожалению, у нас такие вещи есть, все люди это видят, но какие-то есть моменты, по которым этих людей не привлекают даже к ответственности. Пока мы этого не видим. Исходя из последней реформы, мы потеряли, в общем-то, много вооруженных сил. И сказать, что сегодня наши вооруженные силы в состоянии защитить наши рубежи, Российской Федерации, этого нельзя. Однозначно. Мы сегодня уступаем по своей мощи даже армии, таким государством, как Турция. Если сказать о том, что мы видели у вас, буквально в этот визит, мы были в Министерстве обороны, мы были в информационном центре, мы были, разговаривали с людьми, которые отвечают за укомплектование вооруженных сил, побывали на вашей призывной компании. Сейчас призывники идут в армию у вас. Узнали очень многое, очень многое узнали. Нас очень приятно удивило, что у вас есть такая система, как территориальная оборона, которая у нас вообще в помине есть. У вас есть такая система, как создание резерва на чрезвычайный случай, на случай чрезвычайной ситуации. У вас есть мобилизационная работа, проводится военными комиссариатами и государственными органами. Мы даже узнали, что у вас полноприводные джипы, все приписаны к военкоматам, и в случае чрезвычайной ситуации они будут мобилизованы в армию. На сожалению, это все растеряно. На мой взгляд личный, по механизму организации защиты рубежей от внешнего вторжения, Беларусь сегодня подготовлена, я как бывший военный человек могу вам сказать, лучше, чем Российская Федерация. Как активизировать или как отвечать на агрессивность блока НАТО? Мне сложно сказать в этом плане, но, наверное, надо отвечать адекватно. К сожалению, по крайней мере, российское руководство, наверное, неадекватно отвечает. Ну, к примеру, простой пример. Размещение ПРО. И об этом партия у нас неоднократно говорила. Как отреагировать? Отреагировали там возможным размещением наших ракет «Искандерка» Ленинградской области и так далее. Но есть же другие пути, абсолютно эффективные и менее затратные. Ликвидация базы НАТО в Ульяновске, через которую производится транзит американских грузов в Афганистан и из Афганистана. На это не идут, потому что, очевидно, есть какие-то политические интересы, есть какие-то договоренности с этим Западом. То есть, чтобы нас уважали, мы должны быть сильными. Вот это надо знать. И руководствуется этим. К сожалению, мы сегодня слабые. Отсюда и слабая политика. Российской Федерации, я имею в виду. А в Беларуси, побывав в Министерстве обороны, я говорю, мы увидели этот механизм. От главнокомандующего до последнего сельсовета все сделано. Я слышал даже, что у вас даже все губернаторы областей имеют в запасе звание генерал-майор. И являются руководителями территориальной обороны в своих областях. А это очень важно. Спасибо, Вадим Владимирович, за ваши ответы. Уважаемые зрители, на этом мы заканчиваем наш видеобрифинг. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok